Доброе утро, страна! 27 ноября с вами продолжают встречать Марьяна Маренкова и Анна Квилория. Стать волшебником под Новый год и сделать счастливым хотя бы одного ребенка, исполнив его заветное желание. Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларусь» в рамках своего проекта «Рядом с нами» запускают республиканскую благотворительную акцию «Елочка желаний». О том, как к ней присоединиться, узнаем у организаторов. Приветствуем в студии Доброй Ницы Беларусь заместителя председателя общественного объединения «Патриоты Беларуси» Дмитрия Казакова. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Дмитрий. Давайте сразу расскажем, в чем суть этой акции. Ну, вообще суть акции охватить по максимуму детей в нашей стране, даже слово заставить не подходит, помочь им поверить в какое-то волшебство, в какое-то чудо, в Деда Мороза. Ну, вот то, что действительно деткам необходимо, то, что им надо. Потому что ведь Новый год у всех ассоциируется действительно с чем-то хорошим. А чуть-чуть подробнее об акции, принцип ее действия. Ну, принцип действия какой? У нас же организация, наши ребята по всей стране, мы в каждом городе, есть наше отделение, будем так говорить. И мы находим деток, вот есть семьи, допустим, там ребенок с особенностями воспитывает мама или воспитывает папа. Есть какие-то учреждения, где дети из СОПов, ну, временно изъятых из семей. Ну, и эти дети, они нуждаются в внимании. Для них каждая частичка тепла, доброты, вот такое, ну, будем так говорить, поцелуй душами, для них это очень важно. И лишний раз какую-то теплоту дать им, ну, это классно. То есть, я так понимаю, чисто вот технически, как это происходит? Дети пишут какие-то письма от Деда Мороза? Да, 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 да. Мы, будем говорить как, ну, преподносим им, что вот, что бы ты хотел получить от Дедушки Мороза в новогоднюю ночь или там на празднике, да? Ну, ребенок садится, пишет, все что угодно, там, ну, настолько разное желание, вывод просто не представляется. Некоторые желания такие, ну, читаешь, и у меня у взрослого мужчины слезы текут, потому что, ну, там, желание ребенка никогда в жизни не видел ни родителей, вообще никого, ребенок из дома интерната, вот он пишет там, Дедушка Мороз, я хочу удлинитель 5 метров и здоровье моим родителям и моим бабушке и дедушке, людям, которых он не видел вообще никогда в жизни, ну, то есть, ну, вот такие вот, ну, трепетные. Есть девочка, написала письмо о том, что она в этом году ничего не заслужила и подарков мне не нужно. Мы начали разбираться в этой истории, оказалось, что, ну, по каким-то причинам ее удочерили, а сейчас отдали назад. И она считает, что... У нее вот это чувство вины, насилие, конечно, ужасное, взрослое, мы... От нас зависят дети, да, пожалуйста, будьте внимательны, мы каждым можем стать помощником Деда Мороза. Давайте расскажем, как это сделать, да. Как это сделать, ну, все просто, в наш чат, наши соцсети... Соцсети Патриоты Беларуси, да, напомним. Да, Патриоты Беларуси, чат Патриоты Беларуси, везде есть контакты, везде есть наши телефоны. Да и вообще, вот эта акция, да, она же двусторонняя такая. Не обязательно, если по каким-то причинам там человек, ну, не может, не хочет участвовать с нами, с организацией. Или там, ребят, ну, оглянитесь вокруг, посмотрите, может, где-то соседский мальчик, который вот что-то хочет, удели ему 3-5 минут, пускай, будь ты проводником добра, будь ты его Дедушкой Морозом. Подари, купи ему этот подарок, скажи, что это ему от Деда Мороза. Пускай, ну, по максимуму, как можно больше детей в нашей стране в этом году поверят в чудо. Поверят в чудо, да, кстати, это так важно, на самом деле, верить в чудо, не забывать, что все-таки добрых людей на свете гораздо больше, чем недобрых. Давайте все-таки продолжим, да, тему, если все-таки мы хотим с патриотами Беларуси также поучаствовать совместно в этой акции «Елочка желаний», что мы организовываемся в какие-то группы, куда-то едем, что-то дарим, или это можно просто там прочитать чье-то письмо, купить подарок, передать? Смотрите, у нас, мы же к этому очень серьезно, и, ну, очень серьезно к этому относимся, потому что очень важно, если у нас уже есть на руках письмо от этого ребенка, чтобы, ну, ни в коем разе не упустить это, ну, чтобы ребенок получил то, что он просит на Новый год от Деда Мороза, потому что, ну, для детей это важно, особенно для детей, вот, ну, с особенностями, они очень трепетны в этом отношении. Поэтому у нас очень четкий контроль с этими письмами. Мы, вы можете приехать к нам, либо позвонить к нам, мы вам сбросим список желаний, там, имя, фамилия ребенка, название, там, интернат, а либо адрес, где он, ну, не адрес, там, а регион, где он проживает, и его желание. Вы выбираете, сбрасываете свой контакт, покупаете то, что попросил ребенок, привозите к нам, мы отдаем вам его письмо, чтобы уже было наверняка, и потом в один, ну, мы хотим вообще там, за один день это все, ну, если получится, в один из дней Дедушка Мороз в этом регионе с нашими представителями приезжает к этому ребенку и вручает ему тот подарок, который он просил у Деда Мороза на Новый год. Дарит внимание и чудо, да. Видите, каждый из нас может запустить вот этот круговорот добра, да, и стать частичкой. Я думала, что это только в фильмах бывает, когда вот Дед Мороз, и там эльфы ему помогают, сортируют письма, оказывается, вот, реально, совершенно, это не кино, это живой Дед Мороз. Да, на самом деле, только просто пока без бороды и шубы нужны. А вот мы знаем, что есть еще какое-то ключевое большое мероприятие, которое таким апогеем станет всей акции. Что это будет за мероприятие? Ну, вообще, в нашей вот акции, вот, и, ну, это уже не первый год, совместно с нами участвует Вера Александровна Полякова. Она предложила собрать, уже после того, как мы подарим детям подарки, они там получат то, что они хотели, собрать всех этих детишек во Дворце Республики и провести для них праздничный концерт. И она сама будет его проводить, тоже будут какие-то подарки для детей. Ну, и это очень, конечно, так будет, когда вот столько детишек, ну, такого еще не было. Мы хотим собрать этих детей все вместе. Вот, у нас очень много волонтеров просят помочь, ой, не помочь, а просят тоже поучаствовать в этом, там, помочь в коммуникации с логистикой для этих детей. Некоторые предлагают, ребят, вы только скажете, день, когда привезете, мы готовы, там, 10-20 человек свозить куда-то еще, там, покормить, если дети издалека приедут, да. То есть все готовы присмеиваться к этому, да, с миру по низке, и это праздник. У нас в нашем проекте, вот, ну, я уже говорил, да, начиная от простого рабочего и заканчивая, там, сенатором. И даже вот в том году, нет, в этом году мы, глава государства подарил нашим деткам, там, конфеты передавал. Ну, то есть участвуют в нашем проекте все. Поэтому, ну, добрых людей у нас очень много, но еще в чем плюс нашего проекта и нашей вот этой акции «Елочки желаний»? Тут же плюс и волшебство видят не только дети, люди, которые дарят эти подарки, они включаются вот в эту вот эстафету добра и очень приятно себя чувствовать на Новый год каким-то добрым волшебником и носить вот это добро и тепло у себя в сердце. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что человек, который единожды поучаствовал в вашей акции, он обязательно в следующем году участвует, правда? Обязательно, да, 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 да. Да, потому что такая история. Когда у вас, можно я задам вопрос, вот как вы решили, в принципе, когда-то, что вы хотите такую акцию проводить? Ну, это с чего-то же началось, с какого-то наверняка ребенка. Ну, это вообще у меня лично, если вот, ну, хочется лично у меня. У меня первая моя поездка была в Ивенецкий дом-интернат. Вот, и мы когда туда приехали, я до этого, это в 20-м году было, до этого как-то, ну, жил и жил спокойно, да. И когда я увидел вот то, как необходимо детям просто обнять, посидеть, там, пообщаться, некоторые дети там с трудом разговаривают, ну... Показать, что они нужны и важны. Да, и когда вот мы уходили из этого дома-интерната, подошла девочка, ну, девочка с ДЦП, да, держит меня за палец, смотрит на меня, слезы на глазах, но у нее наворачиваются. Дядя Дима, вы только приедете к нам еще один раз. Ну, и для меня это было вот каким-то, наверное, какой-то отправной точкой в моих, ну, в том, что я сейчас делаю. Дядя Дима, хочу я обратиться к вам. Вы исполняете желание, а вот какое у вас желание? Первое, что вот мне приходит на ум, ну, у меня такие, знаете, бытовые вот. Желания бытовые. Да, да, ну, будем так говорить. Понятно, у меня есть какие-то там, вот. Но на данный момент, допустим, вот нашему объединению для наших социальных проектов необходим микроавтобус. Может быть, у кого-то есть, там, просто стоит в гараже, мы готовы приобрести. Если он где-то очень, там, ну, не в сильно нормальном состоянии, мы его отремонтируем. Потому что очень много проектов, очень много моментов. И проблема в чем? Вот дети с особенностями, которые в семье живут тоже, не всегда есть у них возможность куда-то выехать. Куда-то на какие-то вот мероприятия. Им хочется, вот, ну, мы хотим, как бы, по максимуму охватывать детей, по максимуму привлекать детей в какие-то наши, там, я не знаю, в дельфинарии их отвезти. А для этого нужно просто транспорт. Все очень просто, правда. Да, Дмитрий, да. Спасибо вам большое. Я тоже хочу от себя поблагодарить. Спасибо вам большое за большое дело, которое вы делаете для всех нас. И мы желаем, чтобы Дедушка Мороз вам принес. Вам тоже, чтобы пришел. Да, пришел и принес микроавтобус. Да, да, да. А вам предлагаю позвонить сегодня к нам. Выберите письмо. Я вижу у вас тоже очень большие добрые сердца. И я уверен, что вы будете коммуницировать потом с какими-то детками, которых вот вы сейчас по этим письмам выберете. А этот разговор мы продолжим уже за кадром, друзья. Напомним, у нас в гостях сегодня был заместитель председателя Республиканского общественного объединения Патриоты Беларуси Дмитрий Казаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова